О чем говорили за ужином британский премьер и глава Еврокомиссии. Лизеры встречались на прошлой неделе и уверяли, разговор состоялся конструктивный. Но, как утверждает немецкая пресса, беседа была полна противоречий, которые вполне могут отразиться на политике Лондона и Евросоюза. Что же пошло не так, узнаем у Светланы Чернецкой. Тереза Мэй совершенно сбита с толку и живет в другой галактике. Так описал свои впечатления от разговора с британским премьером президент Еврокомиссии. В прессу просочились сведения о лондонском ужине Жан-Клода Юнкера и Терезы Мэй. Из этой информации следует, что после разговора Юнкер стал более скептически относиться к Брекзиту и считает переговоры почти провальными. Особенно удивило президента Еврокомиссии предложение Мэй держать этот процесс втайне до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся окончательно. Юнкер категорически отверг такое предложение, поскольку во время переговоров будут нужны многочисленные консультации со странами ЕС и Европарламентом. Существуют и другие разногласия. Мэй уверена, что Британия не должна Европе. Ни Пенни, на что Юнкер ответил, что ЕС это не гольф-клуб, где можно остановить членство без штрафов. В общем, разговор не клеился, о чем Юнкер на следующий день рассказал немецкому канцлеру в телефонном разговоре. Впрочем, британский премьер не считает переговоры провальными. Это брюссельские сплетни. Сами посмотрите, что после ужина Еврокомиссия назвала разговор конструктивным. Но опять-таки это демонстрирует, что переговоры по Брекзиту местами будут сложными. Многие европейские политики говорят, что Мэй рисует неоправданно радужную картину жизни Великобритании после выхода из ЕС. А на самом деле переговоры идут как минимум странно. Похоже, уже и сама Мэй понимает, что оказалась в тупике и пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Напомню, детальные консультации по Брекзиту между правительством Великобритании и руководством ЕС стартовали в марте. И на них отведено два года. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.